арестованы зачем закрыли непонятно я могу за минуту принести палатку не знаю стоит ли это как стоит она в голову бьет минутку лучше палатку конечно давай-ка присядем маленький это неудобно ну или так мы на жердь приседем на жердь садись на месте я чего от тебя как бы это признание дадите ты здесь уже находишься больше месяца так? да уже ну и расскажи как ты мыслишь дальше не зря приехал не зря думаешь ли тут побыть еще или торопишься куда-то четко только отвечай а то ты пошел сейчас я думаю а Виталий наверное думает Володя ты только сделай чтоб не записывалась никуда почему я так подумал мог бы сказать ему а то запишется вы боитесь за свое реноме нет нет ну давай ну я однозначно не зря совершенно не зря как вы говорите да вот потому что ну много причин куда ни глянь везде причины что не зря что везде научение польза себя увидел свою так сказать наготу срамоту вот много что полезного получил что ну конкретно что-то назвать или как я даже не ну сам смотри как тебе тебя не понуждаю ни к чему полная свобода мне вот это то что распорядок дня вот этот конечно я дома же не вставал так рано и не понуждал себя так к труду как ну вот здесь а здесь уже как-то поначалу то у меня вообще вся плоть аж завопила застенала я ну мне трудно было очень вот когда еще вас не было с Володей вот когда а сейчас уже ну хоть как-то втянулся и чувствую что это ну что это более здоровый образ жизни более разумный вот то что здесь вот вот как вот здесь распорядок и вот образ жизни сам по себе он здравый разумный благоугодный так скажем вот то что да вот то что вот эта страсть блудная она меня давно уже как бы она меня это настигла и держит это все тоже есть вот порой бываешь просто с ней свыкаешься как-то привыкаешь к ней а тут наоборот ну как-то вот вы помогаете обнажить ее посмотреть со стороны на себя проанализировать там и так далее но пока что у меня как сказать но она держит я не знаю пост молитва а я по сути дела вот Игнат Тихонович мы же по сути дела все равно или это как или это индивидуально или это мы можем когда сообща работаем днем мы можем становиться вот на этот православный намаз семикратно или как ну мы обычно же весь день вот так вот у нас идет ну один раз остановимся может два максимум а так вот весь день у нас идет это труд 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 вот этот вот до семи потов я что говорю что и ну целесообразно вот так останавливаться ну и попросить вот это да мы так и делали на когда на плоту но когда мы работаем в лесу тут уже не до этого там и стоять нельзя комар заедает поэтому мы сообразуемся с обстановкой а когда бывает где-то что-то берем или возможность дома бывает у нас это регулярно идет я дома бываю мне до 18 раз в день на молитву становишься три святое сто поклонов ну и как ты думаешь дальше вот начиная с сегодняшнего 26 июня 2016 года как мыслишь свой путь у меня вот я признаюсь у меня когда вчера позавчера помыслы такие приходили что отсюда на лыжи встать и уехать прям такой помысл долбил меня вот ну а с другой стороны если разумно подойти по какой причине как бы особых причин нет уезжать то сына я хотел сюда но там жена просто общается с неверующей ну нашла себе неверующую какую-то подругу она вот в интернете как раз посмотрела клевету вот и она и сказала что это секта там и так далее вот здесь нехорошие дела делаются и она теперь не хочет сама говорит мне уходи из этой секты там и сына не хочет чтобы он здесь был а я то хотел чтобы он тоже маленечко ну вот закваску вот эту добрую в его душу то положить я еще с этой целью приезжал но пока что нет не получается так вот вопрос такой ты я в разговоре лежу на кого-то как бы сваливаешь что-то вот виноват он тот то ага ты женился ты я говорю зачем жена ты женился а ты еще на это отвечаешь зачем женился ну да зачем ты женился тогда выбрал просто не то ну как бы ну я же говорю я священник у меня были подруги вот я с подругами дружил с девушками вот когда в семинаре учился приезжал на приход к священнику ну к которому я любил у нас такая практика была в Екатеринбурге что можно было приезжать в субботу и воскресенье на приход к тому или иному священнику и помогать ему по службе там на клиросе петь может понамарить ну как бы опыт такой уже практически набираться вот и мы к нему приезжали я вот с подругами приезжал он говорит нет это не твое это не твоя там ну как то так вот говорил что она там болящая или какая не знаю вот я тогда как то говорю ну отец Александр ну найдите тогда мне жену ну как то так вот я может легкомыслимо он говорит хорошо мы я тебе завяжу глаза подведу к тебе вот ее открою и ты примешь я говорю да вот ну и по сути дела так и получилось ну я и принял вот ну и как ты думаешь теперь как повернула жизнь правильно что ты принял или нет я думаю что ну то что сын родился как можно сказать что это уже неправильно бог благословил же рождение ребенка или это тоже это к делу не относится рождение ребенка вообще в блуде рождается ну вот так вот еще самое то интересное я то не вытерпел до этого ну до венчания то по сути дела сын то ради зачался то в блуде вот то есть он еще до венчания до венчания да блудное дитё получилось да вот и то есть это абсолютно неправильно я знаю конечно ну теперь то вот почему ты думаешь что отец Александр а вот допустим жена как ее звать то Анастасия а? Анастасия Анастасия вот сейчас она бы была здесь вот сидит здесь и сказали бы ты можешь слушать но не встревать а потом в конце дать ей слово она бы еще на эти слова сказала тебе ну что ты нехороший человек редиска кобель без хвосты нет ну я я подробности могу рассказать там вообще конечно не надо мне подробности я говорю что бы она сказала высушив что ты говоришь кобель без хвосты дело в том что повернуть уже ничего нельзя никак ты ничем ее привлекать не можешь бывает так разводятся а потом он достигает каких-то вершин и она видит ой 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 какого я лишилась рыцаря вот и дальше она уже просит прощения не поняла то другое бывают такие вот явлалия кажется там жития святых он за нее сватается язычник то ей бы сказать нет и на этом все она говорит хорошо я выйду за тебя если ты станешь губернатором ну позволь мастером настройки стать там мэром города ну губернатором вообще и чтобы у тебя миллиард был и он приложил все силы и стал и пришел говорю все она тогда еще одно условие стань христианином он говорит об этом разговора не было я язычник и никогда он ее предал на казнь вот это святые прославляют я считаю это неправильно она должна была выйти за него замуж мы считаем святые были когда родители как нонна выдавали дочь свою за неверующего там а потом родились и все обратились к Богу вот такое дело ты считаешь вот я в разговорах видел кто-то виноват но не ты ну это да гордыня да никак не годится кто-то вот что-то не так а это я понял а это вот кто-то и кто-то виноват в этом не ну прежде всего я то я же виноват как ни крути конечно мужчина же виноват самая конструктивная работа когда ты берешь на себя я могу измениться но если я говорю я бы был таким если бы не он поразит над пути стал то а у меня цель точно я должен достигнуть я поставил цель у меня ничего не остается как его убрать убить и погубить я должен убрать его с пути любыми путями потому что для достижения он мешает я должен убрать его царь мешает ульянову убрать расстрелять вместе с царицей с княженами вот так а если я говорю я не достиг этого потому что это во мне я буду стараться это конструктивная программа я все время стараюсь считаю и завожу друзей и стараюсь приподняться на тем уровень который мне уже достигнут достаточно достижим так сказать у тебя вот все где-то на кого-то как-то почти везде даже я что-то сказал тут несколько дней назад было ты меня винишь в этом даже меня винишь хотя абсолютно я к этому не причастен ну вроде было так где-то как-то что-то сказал значит здесь тебе надо в программе этот глюк убрать сделать так что виновен я вот я развивался как Андрюша вот он прыгает а я подошел ко мне сейчас я больше всех подтянулся на турнике ну правильно ты подтянулся но ты по-другому подтянись ну ты же видишь какой вид у спортсмена который мозгами не раздевает вот Валоев Николай стоит он у него вид-то какого-то как шимпанзе совершенно ну и в Думе там взяли ну вышибалый бы где-то еще может быть он ни один вопрос не может не решить ничего он кличко избрали там мэра города Киева он такие делает ляпы там ужас просто считать ну бить по голове били-то у меня там в голове-то все эти уже извилины-то слепленные вместе еще смеяться там с человеком вот ты дальше как мыслишь себя сколько ты хочешь здесь пробыть или остаться или как я должен это знать потому что у нас впереди придержит то-то и то-то работа и когда мы выйдем из леса мы будем чаще молиться в лесу не намолишься надо закончить там мы не можем по первому мостику решить вопрос очень серьезный предложение он сказал понтон купить это нереально но я ему предсказал что здесь вложить а чтоб заезжало и большие блоки сваливать на стороны а посередке мы тогда чем-то заполним мы сегодня почти закончили а вот со стороны то вообще вот вы смотрите то есть изменения есть какие-то во мне я не могу это сказать изменения может быть они положительные мне бы вот знаете мне бы вот такое вот желание чтоб тут не в суе остаться а чтоб ну вот как вы говорите внутренне изменяться вот мне вот это вот охота желание вот я тебе говорю без совете вот у Никиты он инициативу проявляет и везде там разбить тут замотал он не не хочет соображать у тебя еще хуже положение я тебе говорю в чем связано это блудная жизнь она мозги проедает если ты будешь стремиться к этому конечно какие-то изменения будут но не те которые могли бы быть если бы ты ну провел правильную жизнь ты чего гадать то спрашивай отвечаем как это дальше будет вот советую тебе я что могу сказать только примеряя к себе что если бы я на твоем месте был конечно прежде чем уезжать я бы подумал куда поеду что куда ты опустишь что у тебя все прежнее будет ну как то да та же обстановка те же друзья и выпивка может быть и женщины то есть ничем не гарантии гарантии нет а тут ты в этом кругу не сильно то развернешься тут тебе дается и время посчитать вот я тебе говорю простое дело посадили бы тополя пирамидальные их привезли посадили все три одинаковые и никто больше не пришел а заглушила трава в рост человека там даже свет не проникает ну как они они засохли больше половины засохло и ты сразу что ну я же здесь не хозяин твои слова ты которые в винограднике работают пришли они разве хозяева он нанимает виноградник и получили по динарию они я не хозяин они работали хозяин один бог не я хозяин тебе это все равно но ты можешь вообразить так что ты где-то набираешь детей и образуешь детский лагерь это не игрушка детский лагерь в частном порядке и вот такой шалаш построить посмотри его длина какая види ну это амбар настоящий ты бы стал это делать да не стал сидят вот здесь в озеро небольшой пруд у нас и рыбачат рыбачат отец Аким и Володя Володя мой зять на сестре моей родной женатый а в это время я пришел на этот пруд и вижу плавает широкая доска я говорю а доска то зачем а мне говорят прямо напротив Игоря Глушкова такой полный его старшая дочь Катя она говорит эту доску как-то приволокла чтобы плавать на ней ну и плавала ну на одной доске она куда это не серфинг какой-то нет не плавала ну и дальше то что я узнал и пошел бы доску вытянул бы и глупости но вот в этом то вся разница я иду домой а только что я добыл досок распилили кажется вручную обрезная доска дюймовка два с половиной я делаю плод настоящий плод под него под этот плод загоняют сто сорок четыре бутылки бутылки шесть мешков пластмассовые пластики да пустые это большая подъемная сила ну представь сколько бутылок посчитай теперь по полторы литра это подъемная сила такая ну сто сорок умнож а то вообще это можно возить было мы садимся несколько человек и через это тут где купаемся переплывали с велосипедом я и делаю дальше делаю на нем перила с той стороны где от леса там как ей причаливать как привязывать его скамейку для зрителей весла сделал и ее призвал и сказал Катя это я для тебя сделал ты на доске на доске много не наплаваешь и вот в это время так мне передают этот Володя то смотрит а рыба была там ловили он говорит Игнатий чем что попало делать занимается плод девчонки а ты Володя стал бы это делать он говорит я да никогда он говорит в этом ваша разница мы оба одинаковые Катя ни мне ни тебе ни родня но я не безразличен я увидел девочка хочет плавать вреда нет у нее ничего не будет мне нужны доски я пожертвовал доски мешками набил бутылками в шесть снизу еще сделал каркас все это притянул привязал и отдал вот в этом наша разница я вижу много детей воспитывать неправильно организую лагерь я практик не теоретик нового я ничего не изобретаю ты это видишь сразу отговорка это не мое я не хозяин для чего я тебя сегодня призвал чтобы показать ты обманываешь сам себя это шанс стоишь на площади праздновать а меня не наняли вот помнишь эту притчу а меня не наняли вот ты один из них а я меня нанимать не надо я сам пришел в виноградник я на площадь не пошел стоять я даже в притчу не вписываюсь я пришел и кричу господи возьми меня на работу ты не обидишься я буду трудиться работать а он на площадь еще не пришел меня искать я его нахожу меня не надо искать кажется в каждой бочке затычки я вижу люди не понимают ни слова Божия ничего это моя практика когда я начинаю говорю то вы себе говорите я показываю нашу разницу ты стал бы это делать ты говоришь нет они понимают я иду с одним ректором договариваюсь с другой пять университетов и везде начинаю вести занятия по Слову Божию ты будешь это делать? ну вот о чем и речь это просто почему? ты считаешь что это не твое но студенты твои и мои они одинаковые мне они не родня но только в одном университете 17 лет преподавал и какая программа так это поколения приросли это не все много преступников ну много согласились дальше что? ничего нету я иду и устраиваю в тюрьму работать бесплатно несу туда и все даже на Пасху яйца покрасили отнесли выходят люди приходят меня преступники ищут где на зло ни один не пришел ты будешь это делать? тюрьма везде есть а вы говорите ну я тебе говорю так там не пускают перед тобой я живой я пошел я сказал господи возьми меня я каторжник я знаю о чем они думают завожу дружбу не с кем-то вышестоящими с начальником тюрьмы с прокурором края генерал-лейтенантом и мне открываются двери для убийц я там иду ты будешь это делать? в вашем городе? ну прикинь себе дальше я по рации выступаю на пленку там наговариваю проповеди я ухожу на всю тюрьму в динамике крутят и дальше начинаю вести занятия с офицерским составом со всем которые в тюрьме ты будешь это делать? и которые на меня нападают кажется там лают вокруг меня мои колокольные у них ничего нету их даже имени нету я говорю можно делать в этой обстановке в этом раздрае можно можно брать землю и образовать поселок и люди будут здесь верующие молиться вот она потеряевка а их 21 тысяча поселений ни одной потеряевки больше нет такой нету не искать своего у нас старообрядцы приходят пожалуйста к ним никаких требований у них есть священник ты будешь это делать? или я это не мое тополька не мои топольки а я вообще не видел топольков я Володе говорю покажи топольки он пошел сухой второй сухой пошли все подряд там листик все развернули и дальше стали смотреть это не мои но я не могу сказать не мои как это не мои все вокруг колхозное все вокруг мое ты рядом будешь тебе будет это просто противно слушать понимаешь нет я даже я знаю людей этих у него ничего нет и на фоне того что мы делаем даже слабое вот это приезжают люди ты видел как вот встретили Загуляева как весь лагерь ликует их встречают ведут ну как сам хозяин Саша а он не с женой он у грехов находится в греческой церкви он не шли наше община и какая радость какие объятия будешь это делать приобретать а это не мое все тебя никто не ставил меня не просили об этом вот я по этой программе хотел тебя провести я не к тому чтобы мирить тебя с женой и все я знаю одному быть лучше кормить надо и ребенка зарабатывать и Господь как-то устроит это дело главная душа ты должен признать себя виновным во всем иначе вся конструкция развалится вот видишь как здесь как эти прибиты это треугольник самая жесткая конструкция она сделана так что шалаш ни в одну сторону его нельзя сломать можно а свалить нельзя ты видишь какие распоры ты видишь сколько здесь прожилино сделано вот обыкновенный шалаш а сколько тут тележками возили 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 здесь очень много а здесь зашли пожалуйста тишина сидим и ветра не слышно а там ветер я тебя направляю по этому руслу когда ты за все в ответе за все я не изобретал интернет но я должен интернет наполнить добром лаской вниманием работая с детьми любовь к моим людям кровным к россиянам а путин такой я призываю только молиться не поносить не такие евреи я призываю только молиться не поносить у меня миссия добра врученная христом блажен миротворцы ибо они нарекутся сынами божьими миротворцы и похоже на христа будешь ты можешь мирить ты знаешь там есть и сектанты и староверы беспоповцы ты там где живешь в омске ты можешь работать а у тебя а я это не мое я не священник а это мне не дано а это меня никто не ставил как я о топольках начал говорить о топольках и дошли с Володей уже обходить там где пилили лес я говорю да баня не трогай зови Виталя пусть он найдет где это уже там не найти невозможно там уже нет ну да почему же мы ни разу то не вспомнили ты же садил сам ты поливал несколько раз ну было же и вдруг все скинул с плеч вот такой ты и есть жену сбросил там того сбросил вот это это во всем проявляется во всем вот я ставлю задачу щенота собачка вот она где я ее говорю Никита каждый раз туда сюда идешь бери ее ты видел собачка она меня касается мы сейчас видим за стола вышли а он как лаять начал и спросит я тут же с чашечкой Никита не подошел Галя она кашки молочка я ему дал так он готов с хвостом вместе извилять ты во всем должен увидеть необходимость твоего присутствия как у этого Сент-Экзапери написано мы в ответе в ответе за всех кого приручили я тебя приручаю сейчас чтобы ты не стал врагом моим ты можешь получить здесь очень многое даже вот приехал весну а я уже смотрел где-то у меня будешь спать на ползунного посмотрел на какой кровати ты можешь вместиться ты никогда там не будешь может быть а я уже это примеряю как раз теперь куда вещи твои деть если будешь то есть я уже твою судьбу переворачиваю смотрю если ты решишься у меня практически все готово уже все готово принять тебя но тебе надо это или не надо я не знаю не знаю никогда не пойдешь это мне не помешает я уже проработал этот план а где работать ну там наняться можно где-то подумать надо и так в любом вопросе я только один вопрос коснулся тебе топольков как ты сказал а я не хозяин что значит хозяин я не хозяин этой земли хозяин царь путин теперь тогда был царь дети зачем бы я их собирал а с детьми ты видишь как там упал тут повредился там утонул я несу ответственность моральную нравственную морально-нравственную религиозную перед богом и уголовную перед законом сорок пятый год это должна быть обслуга во воспитателе поставлено устав и дети не мои а я не сказал они все родные родные я с ними так сродюсь вот осень наступит и там где купаемся это гальян озеро называется ну лагерное то и волны идут а я встану и присчитаюсь да где вы мои куда вы ушли ширшики там это никого то нету одни волны бегут да купаться то некому стою и присчитаю то есть они близки ты видел как вчера встречали Галя как эти девочки какие скромницы ты это можешь сделать это перейми и в Омской области образуй эту деревню образуй устав дай чтобы были люди пошла техника ты смотри на чем у нас работают а вначале ничего не было чтобы в Урт скота был овцы школу государственную открой колодцы электричество интернет но все православное это у нас есть а то которые вокруг то там это шабуршат бегают тараканы так ну со своими тараканами пусть остаются у них нет ничего а мы сегодня обсуждаем как вот эту дорогу сделать все даже женщины подходят мы обсуждаем и рассуждаем по делу по делу а ты пришел у батюшки как мне показалось спрашивал а спортом можно тут заниматься спрашивал спортом у батюшки про спорт не помню про борьбу ты там что то говоришь а борьба ну что то пошла зашла речь что то я к слову просто ну вот тебе спорт это работа твоя работа уже остается где ты ходил более подвижен быть никита легкий быстрый ты должен так же быть день два ты будешь здесь тебя сатана будет побуждать уехать а ты ничего лучше не найдешь это определенно тобой никто не занимался все твои годы 30 лет ты никому не нужен был но если кому нужен был ты мне назови по именам кто тобой нуждался кто тебе это рассказывал кто тебя поднимал кто учил тебя молиться что можно есть что нельзя где дружбу водить где нельзя я ноги отсидел встану немножко вот так ну еще небольшую беседу мы провели видишь ее тронула она шевелится туда шевелится но никуда больше она вообще жестко жестко все вот видишь сколько мы потратили время чтобы шалаш сделать и дождаться калинникова на калиновом мосту и тут среди березовых проживин побеседовать ну и знаете я принимаю ваше предложение это даже не предложение а ознакомление так скажем ну да я это понимаю что как вот вы все сказали все истинно так я тебе маленький только показал шажок почему вы безразличны ко всему идешь валяется я говорю ты же видел этот сущок почему запинаешься не убираешь то ну вчера когда пошли туда позавчера были ты видел я там сколько нахлестало когда вы выносили от меня сухостой то на том конце пруда ну вдвоем выносили ну и здесь вот когда ты пошел вы постоянно что то убираете у меня уже все смешалось и кони и люди ну хорошо мы были на южном пруду ну я пришел к вам мы ушли в дальний конец туда и там я начал сухостой ну да 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 ну вы проредили чтобы потом нам было ну конечно чтобы освободить осины которые наросли убрать они нам нужны для слеги на вокзал чтобы через ров переложить то есть вперед глядеть а ты приглядывайся а если тебя пошли ты знаешь где а не так а это не мое как не мое тогда люди которые с тобой они не твои то есть ты никому ничем не обязан и поэтому вам ну нельзя роптать ни на кого батюшка может и правильно тебе сказал а что она батюшки родня какая была почему он ее схватывал из тебя а он знаете потом мне задним числом признался она то с его сыном старшим дружила что дружила она вот это что значит слово дружила ну уже дело шло к свадьбе к свадьбе а он или она спала с ним не спала а он а он он сказал я их развел как в море корабли из-за ее мамы из-за ее мамы а тебе маму эту подсуну да вот так вот интересно ну вот возьми боже что мне не гоже ну да ну ты ее не вини ты мог быть другим конечно я всех женщин не знаю но знаю что многое можно сделать она так то хороший человек ты видишь какая работает женщина с Галей вот эта приехала которые люди приходят работают она на Галю чем то похоже но у Гали вера есть христианская евангельская а у Насти там вот это вот непонятная правда загуляй его Галя ну да а у Насти МПшная вера так ну это никакая что тебе сейчас не хватает чтобы ты работал и жил ну с полным доверием Господу веры проси у Бога дело в том что если я тебе говорю а ты сомневаешься надо не надо то ты ничего не получишь вот вчера мне вот один человек сказал вот где ходим по огороду там крот нарыл ну сказал нарыл да много ли где роют то что немедленно да пошел искать где мои капканы лежат все сегодня уже поймали его все все больше никто не роет куча разбросали может косить то есть чего бы ты не коснулся ты сразу думай я здесь если не я то кто такое есть такое выражение если не я то кто если я думаю лучше меня никто не сделает так вот я бьюсь за это вот это два пруда которые за тот пробиться не можем пробиться все равно что то будет придет бульдозер и мы такие пруды сделаем там вообще Игнат Игорь Иванович а вопрос а понимают ну целесообразность пользу я не знаю как еще сказать вот жители потеряевки нужны им эти пруды нет вот которые нет допустим не понимают что из этого ну а хорошо а вы видите в них какую пользу для общины ну в первую очередь восстановление потеряевки они были дальше там была рыба все рыбачили а теперь там болото там ничего нету и вот впервые появилась рыба дальше купается пруд этот не запрудили вот этот купаться негде нужно или не нужно все жители купаются ну этот то пруд хороший ну да ну а кто его делал то кто вы наверное ну конечно но помогали то все а этот далеко там я забочусь люди приедут людей еще нету по теряевке будут люди я устраиваю столовую на 70 человек вот сегодня сейчас придут 70 человек а на где ночевать у меня есть где расположить место готово есть чем и ходить я заботюсь об этом на них я купил инструмент с чего начинать работать вы имеете ввиду люди какие будут гости или которые жительстве жить захотят жить захотят и они приедут и скажут хотим жить но пока мы строимся где ночевать то хотя бы я сегодня могу уложить спать 70 человек 70 70 человек накормить каждый день это никто не будет ни батюшка никто не занимается этого нету мне с первого дня это положено я накупил инструменты на 70 человек уже раздал мало того первые люди были я им положил пансион на хлеб никуда не тратить не ездить но чтобы могли покупать хлеб и все было и они не умерли с голоду а сами строились Игорь начал одна корова а сейчас у него там 36 голов начинал когда там не знаю велосипед был или не был а сейчас какая техника вот последний трактор миллион миллион он дорог и близок если он не будет мне дорог ты сам видишь когда мы занимаемся говорим что мы не чужие друг другу а надо ли вот эту дорогу конечно надо прервана дорога прервана на наш раньше районный центр Шарчино в Нарывку все время ездят на Барнаул когда зимой ездят тут по прямой было бы но сделать надо никто не будет делать если никто я сразу вышел господи это никто не хочет делать дай мне ну я вижу что это нужен спонсор на материал а они у Бога эти спонсоры я верю что будет но вот этот пруд надо сделать это камень везти самосвал южный который а пароход вот куда мы туда дальше ты там не был еще да с тобой проходили то мы вокруг то мерили расстояние да там внутри то далеко второй большой пруд то который был и там в ров мы заходили возвращались на него вот это надо возродить к жизни а они не понимают а кто будет понимать вот дьякон он вообще ничем не нуждается совершенно из дома не выходит у него своя жизнь идет он ни с кем не знается после трагедии этой но это его дело сегодня я спросил дорогу когда начинали дело да не надо да что дорогу сделали кто против не один сейчас они едут по гладкой дороге а раньше они спускались в мизину и там вот такая вот колея полная воды и грязи и через нее не знали как проехать а другие говорили а зачем это лучше через кладбище сейчас никто про кладбище не говорит уже позади прошлый год полмиллиона в грохол полмиллиона это означает что сто раз больше чем моя пенсия сто раз и как господь бог я верю в сильного всемогущего бога и нынче требуется если бульдозер будет работать ну около 200 тысяч меня только на один бульдозер а деньги где у бога я к богу обращаюсь как банкиру я начинаю молиться и все двигается мне проложить первый мостик вот этот туда прогнать материалы тогда все получится и у тебя получится если ты будешь доверяться богу а ты видишь какое доверие у меня у меня ничего нету так я Володя ты никогда не сопротивляйся когда я говорю еще дело в общем когда я звоню а вы мне это ну отвечаете я не за ваш счет это делаю за свой а вы мне уже положили деньги надо его и отдохнуть что-то он спит на ходу кто Володя да а ему ночью не дали спать пока я тебе дам сто рублей пожалуйста так вы мне же клали тысячу хватит того конечно зачем мне видишь как надо ему отдохнуть иди отдыхай все ухожу на этом помолимся богу закончили раздор ко мне какие претензии нету никаких если выйдешь по заказу шептать не будешь о чем будут чем недоволен там проще я скажу вам в лицо вот я про это и хочу ты может меня боишься сказать нет у меня находит иногда какие-то мысли ну они скорее всего от сатаны а какие выскажи я вот сейчас забыл агнатихович ну какие там куда лезет зачем кому это надо занудный старик нет что-то друг ну да я потом вам лучше скажу я сейчас мне надо конкретно у меня сейчас это все такое размытое не выдумывай если есть я не буду думать я сразу бы сказал я скажу вам господи ну это скорее всего глупость устроить жизнь нашу по воле твоей святой кроме тебя нет иного бога мы к тебе прибегаем мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа в пролитую за нас причистую кровь благослови нас и детей пошли добрых и обслугу и жителей этот вопрос дорогой разреши помоги умудри пошли все необходимое тебе слава за все отец сын и святой дух аминь во славу божию мы уходим вот так мы сейчас там поменяемся на улицу уходи уходи теперь палочки жердочки вот эти за дверь вот эти вот не надо поставь вот сюда в дверь в уши вот эти вон там бегают ну и все сейчас ребятишек возьмете пойдете в фильм смотреть ага вот давай мне его вот вот Продолжение следует...